Я создам свой проект В таком же формате, где полноценная учебная группа в течение всех четырех лет обучается принимательской деятельности это инновационная история Что мы знаем о лекарствах? Эти положительно заряженные фрагменты способствуют сродству нашего вещества то есть оно может эффективно взаимодействовать с бактериальной клеткой соответственно Химические вещества испаряются? Мы уже в течение 8 лет исследуем термодинамику пазовых переходов органических неэлектролитов В принципе, на кафедре физической химии эти исследования начались еще раньше Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Максим Мартынов В стенах Казанского федерального университета состоялся университетский торжественный вечер посвященный Международному женскому дню 8 марта Подведение итогов конкурса «Женщина года», «Мужчина года», «Женский взгляд» Подробнее о мероприятии узнаете в одном из наших следующих выпусков На базе Казанского федерального университета состоялась встреча с председателем Комитета Государственной Думы Российской Федерации по малому и среднему предпринимательству Александром Деминым Что обсуждалось на мероприятии, расскажем далее Наша одна из главных задач в рамках особенно технологического предпринимательства, конечно, стоит связка с компаниями Которые потом будут брать стартапы, технологические компании Поэтому, ну, это ключевая новизна, которая есть Новые идеи будут поддержаны В стенах Казанского федерального университета совместно с представителем Комитета Госдумы Российской Федерации Александром Деминым прошло обсуждение законодательных инициатив Направленных на развитие платформы университетского технологического предпринимательства На заседании мы хотим обсудить, в принципе, такую повестку, как технологическое предпринимательство Развитие технологического предпринимательства, как в рамках университета, так и в стране И второй вопрос, который у нас сегодня есть, это взаимосотрудничество фонда Капитана и Казанского федерального университета И в рамках направления технологического предпринимательства, в целах развития программы Капитана по профилю предпринимательства Встреча рассматривалась не только развитие инновационных проектов, разработанных студентами Казанского университета но и обучение готовых специалистов по созданию стартапов. Сейчас государственная поддержка формирования новых идей как никогда важна, поэтому визит председателя Госдумы Российской Федерации особенно значимый. С первого курса учатся АЗАМ в планировании и развитии компании. Они с первого года делают свои первые стартапы и в принципе понимают, что такое MVP, как выйти на первые продажи, как в принципе создать бренд и так далее. В рамках второго-третьего курса они в том числе ищут и получают инструменты, как привлечь финансирование, как масштабировать компанию, как масштабировать стартап. И, соответственно, итогом их обучения должен стать полноценный проект, который можно условно продавать и уводить на продажу. Безусловно, обучение предпринимателей должно носить современный, свежий характер, поэтому Александр Демин предложил изменить систему селекции новых кадров. В таком же формате, где полноценная учебная группа в течение всех четырех лет обучается предпринимательской деятельности, это инновационная история. Задачей капитана было как можно больше практических моментов, больше практики включать в основную деятельность. И у нас всегда была такая задача сделать вместо 30 практики 70% теории, сделать наоборот 70% практики и 30% теории. Главным преимуществом такого обучения являются не только знания, которые студент получит в течение обучения, но и уверенность в том, что их проект будет профинансирован. Так Дмитрий Пашин, проректор по цифровой трансформации и инновационной деятельности КФУ, предложил свои задумки по развитию данного всероссийского проекта. Запуск обучения планируется на следующий поток первокурсников. То есть уже у абитуриентов 2023 года будет возможность попасть в экспериментальную группу по подготовке новых специалистов в сфере технологического предпринимательства. Анастасия Серебренникова, Аделина Абдрахманова, Фарид Захид Углы, Универньюз. Ученые Казанского федерального университета снова порадовали уникальным изобретением в области химии. На сегодняшний день они активно занимаются разработкой новых антибактериальных веществ. И возможностью их практического применения. Подробнее расскажет моя коллега Алина Красильникова. По данным Всемирной организации здравоохранения, инфекционные болезни занимают третье-четвертое место в рейтинге причин смерти людей. Ученые всегда находятся в поиске новых антибактериальных веществ, которые помогут устранить проблему устойчивости возбудителей бактериальных инфекций к антибиотикам. Четыре года назад я выиграл проект РНФ, в котором у нас была немного другая идея. До этого я давал репортаж. Мы там синтезировали макроциклические соединения и, соответственно, красители, которые мы объединяли, и получались материалы. Одной из веток этой работы стало получение вот этих самых аммоневых производных на основе коллексорена, те коллексорены. Антибиотики – это вещества, продуцируемые живыми существами, в основном микроорганизмами и обладающими противомикробным действием. Их польза состоит в том, что они успешно борются с тяжелыми бактериальными инфекциями, с которыми иммунная система организма человека самостоятельно справиться не может. Например, с такими заболеваниями, как пневмония, ангина, сифилис, туберкулез и многие другие. Но на сегодняшний день действие антибиотиков на человека значительно ослабевает. Наше соединение содержит не один фрагмент, как в случае того же мироместина или безалконихлорида, а четыре таких фрагмента. То есть вот модификация нашей платформы четырьмя такими фрагментами получились соединения, которые обладают довольно высокими антибактериальными свойствами. И что самое интересное, нами было изучено, что они обладают антибактериальным свойством также и на клинические штаммы, то есть штаммы бактерий, которые были выделены, соответственно, уже резистентные, которые уже обладают резистентностью. Соответственно, полученные результаты, они открывают перспективы в создании лекарственных средств. Изначально ученые химического института взяли соответствующее химическое соединение, состоящее из молекул тиоколексорена. Проблема этой молекулы в том, что она очень плохо растворяется в воде. Соответственно, первой задачей стало введение заряженных групп. В случае данного исследования это четвертичные аммонии. Это позволило ускорить процесс взаимодействия с мембранными клетками. Эти положительно заряженные фрагменты способствуют сродству нашего вещества, то есть оно может эффективно взаимодействовать с бактериальной клеткой, соответственно. И таким образом при взаимодействии происходит разрушение этой самой клетки, соответственно, бактерии умирают. Первоначально было получено небольшое количество соединений, которые ученые Казанского федерального университета передали в научно-образовательный центр фармацевтики, где они исследовали антибактериальные свойства и обнаружили, что два-три соединения обладают сильным действием. Следующим этапом стало масштабирование синтеза и возможность его практического применения в области химического анализа. Изначально вся эта идея создания таких вот соединений была еще предложена моим научным руководителем, профессором Стойковым Ивановичем. Он сейчас является заведующим кафедры органической медицинской химии. Мы как раз планировали синтезировать, сделать производные теоколексорены водорастворимыми, что было поставлено мне в рамках диссертационного исследования еще довольно-таки много лет назад. Соответственно, мы это успешно реализовали спустя некоторое количество времени и, соответственно, уже показали практическую область применения этих соединений. Для того, чтобы эффективно убивать современные бактерии, необходимо использовать несколько антибиотиков. В настоящее время накоплено достаточно большое количество знаний об особенностях жизнедеятельности микроорганизмов. Имеется большой выбор стратегий и методов поиска новых антибактериальных препаратов. Ученые Казанского федерального университета сделали фундаментальные исследования на основе тяколексоренов. Данный метод в научном сообществе использовался впервые. Вскоре специалисты перейдут на следующий этап – проведение клинических испытаний. Алина Красильникова, Фарид Захитоглы, Универньюз. Ученые Казанского федерального университета научились предсказывать параметры испарения химических веществ. Чем это может быть полезно, выясняла Маргарита Михайлова. Почему вода кипит при 100 градусах, а растительное масло при 160? Казалось бы, многим ответ покажется совершенно очевидным. Однако на деле этот вопрос до конца не изучен. По сути, процесс перехода воды из жидкого состояния в газообразное – пар – рассматривается в термодинамике уже более века. Ученые Казанского федерального университета в настоящий момент работают над исследованием фазового перехода органических веществ. Команда из четырех студентов и двух аспирантов уже смогла достичь результатов, изменивших представление мирового научного сообщества о некоторых значимых аспектах этой области. Мы уже в течение восьми лет исследуем термодинамику фазовых переходов органических неэлектролитов. В принципе, на кафедре физической химии эти исследования начались еще раньше. И мы сочетаем экспериментальные методы термодинамики фазовых переходов с идеями, опять-таки, экспериментальными методами термодинамики растворов. На базе лаборатории ведется серия исследований. Носит они прежде всего фундаментальный характер. Сейчас исследователи научились предсказывать параметры испарения химических веществ. В своем подходе они делают акцент на физическом смысле используемых моделей – выявлении закономерностей. Нужно это как минимум для того, чтобы упростить работу коллегам. Иногда при необходимости рассчитать параметры химических веществ приходится на протяжении нескольких месяцев проводить эксперименты, тратить на это время и деньги. Также использование метода предсказания может значительно удешевить производство, к примеру, тех же мониторов. Сейчас всего около 40% дисплеев производится на основе органических веществ. Для эффективного использования таких материалов необходимо понимать их характеристики. В принципе, цель у нас такая, что предсказания действительно можно было выполнить на бумаге, буквально посчитать с калькулятором на бумаге по структуре молекулы. Конечно, часть расчетов можно проводить и на компьютере, как-то автоматизировать эти процессы. Часть, наиболее сложные какие-то физические явления у нас можно предсказывать гибридно. Отметим, что результаты исследования представлены в журнале Journal of Molecular Liquids. Сами исследования ведутся при поддержке грантов Российского научного фонда, а также программой «Приоритет-2030». Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универ Ньюс. На этом все. В студии был Максим Мартынов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok